Продолжение следует... Речь о все той же мифической угрозе со стороны России. Это сейчас одна из любимых тем Запада. О том, что Вашингтон специально нагнетает обстановку, а в американских СМИ все больше информационных вбросов, говорил сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. К нашему сожалению, американские СМИ последние месяцы публикуют очень большое количество непроверенной, искаженной или заведомо живой и провокационной информации о том, что происходит на Украине и вокруг нее. Это правду у них говорить вредно, а ложь норма. Так вот, Песков в прямом эфире заявил, что Россия первая ни на кого не нападала. Никогда. В общем, вы все врете и их там нет. Я мог бы напомнить про историю с агрессией СССР в отношении Финляндии. После провокации, когда финны якобы обстреливали территорию СССР, но тут как раз случайно в полной боеготовности уже томилась без дела армия. Мог бы вспомнить раздел с Гитлером Польши, оккупацию трех стран Балтии, Афганистан или все эти грехи СССР, а не России. Но хорошо, Грузия в 2008 году, надо полагать, тоже первая начала, а российская армия опять случайно оказалась рядом. При том, что Путин уже постфактум признался, что Россия готовила наемников для вторжения в Грузию и всячески способствовала разжиганию конфликта. Не говоря уже о прямом вторжении. По-моему, это не секрет. Именно в рамках этого плана российская сторона и действовала. Я уже об этом говорил публично и раньше. Это не секрет, повторяю еще раз. План был подготовлен Генеральным штабом где-то в конце 2006 или в начале 2007 года. Он был мной утвержден, согласован. Более того, в рамках этого плана проводилась подготовка юго-осетинских ополченцев. Ну а с Крымом как? Украина внезапно напала на Краснодарские краи и Кремль вынужденно ответил и перешел в контрнаступление? В Донецкой и Луганской областях российские регулярные войска как появились? На них внезапно напали украинские военные и заманили на свою территорию? А потом россияне удивляются, что им вообще никто не верит. Я бы отправил по почте Пескову какую-нибудь хорошую книжку по истории, но маловероятно, что у него есть время на чтение посторонней литературы. Они, похоже, всей страной увлеченно читают научные труды по уринотерапии в качестве божьей расы. При чем здесь Россия-то? Валить больной головной здоровую. Узнаваемая тактика как Запада, так и Киева. Против Донбасса готовятся новые провокации, заявили в Луганске. У силовиков ЛНР есть доказательства, что планируется масштабная кампания. Ее цели – дезинформация мирового сообщества и паника среди жителей Луганской и Донецкой народных республик. Нам не нужна эта паника, сказал господин Зеленский. Нужна она, похоже, тем, кто раскручивает тему мифической российской угрозы. Вообще, если бы не наши западные коллеги, которые спровоцировали и поддержали в 2014 году кровавый антиконституционный переворот, приведший к власти в Киеве националистов, радикалов, русофобов и просто нацистов, мы бы и по сей день жили бы в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Однако кому-то на Западе подобный сценарий явно не по душе. Остановитесь! Как вы относитесь к войне на Украине? Разрешен переход через улицу Коккурата? Ну как, давно надо было ее начинать. С нашей стороны. Почему? Еще лет пять, а то и все восемь назад. Тогда бы уже было сейчас все нормально. Не будет войны. Путин не допустит. Я верю Путину. Так, и начались уже военные действия. Не будет войны, они быстро закончатся. То же самое к нам. Ну, это защитная реакция. Палочкой в носу ковыряли, в носу долгого медведя. Ну вот он ответил. А что хотели? Я думаю, украинцы виноваты в этом. Каким образом? Не знаю, отделились от России просто и все. А как вы оцениваете решение Владимира Путина сегодня туда войсками? Это же прямая агрессия российской страны. Ну почему агрессия с российской страны? Война уже не на России же начинала. Россия же никогда не нападает ни на кого. Скорее поддерживаю президента. В Казахстане помогли справиться недавно с терроризмом. Украина, мне кажется, тоже нужно помочь там просто. Войны, конечно, не хотелось бы, чтобы война была. Но правительству виднее, наверное. Они высоко сидят. Мы ни с кем не хотим воевать. Россия никогда ни на кого не нападала. Наши солдаты правильно сделали, что вошли туда как в качестве группы поддержки. И зря вот эти все националисты там говорят, там Россия, там тупым седым. Ну я уж не буду ругаться, конечно. Есть посягательство на нашу территорию. Есть казус Белли, абсолютный повод к войне. Настоящий, без дураков. Официальная риторика Москвы претерпела очевидную трансформацию. От намерений свергнуть кучку наркоманов и нацистов в Киеве до... В общем, судите сами. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины. Мы не требуем, чтобы Зеленский сдавался. Мы требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и отдать приказ прекратить сопротивление. Наша цель – не включать в себя смену режима на Украине. Россия никогда ни на кого не нападала. Мы всегда защищаемся. Мы на кого не нападали. Мы ж не убиваем. Послушайте, Россия никогда первой ни на кого не нападала. Россия никогда ни на кого не нападала. Видимо, здесь особое понимание собственной границы. Где заканчиваются границы России? Хотят ли русские войны? Выбор они оставили. Просто не было выбора. Вопрос только был во времени. Когда начнется? Вот и все. Монополизация на право объяснять и говорить про историю, говорить от имени истории, привела к конфликту. Российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считают нужным. Россия не представляет ухожу ни для одной страны мира. Стоит ли инвесторам опасаться возможного ввода российских войск на Украину? Смотрите, о возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года. Мы проводили учения «Запад-21», но, как видим, этого не случилось. Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы уже многократно объясняли, что это не так. Мы уже недократно заявляли о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается. И войны не будет. Мы войн не хотим. Это не начало войны. Это, во-первых, это очень важно. Наше стремление предотвратить развитие событий, которое могло бы перерасти в глобальную войну. Но к переговорам мы готовы. В любой момент, как только вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента, прекратят сопротивление, сложат оружие, никто на них не собирается нападать, никто их не собирается угнетать, пусть возвращаются в семьи. Многие россияне поддерживают это вторжение и при этом по-прежнему считают, что мы ни на кого не нападали. История нам говорит об обратном. Субтитры создавал DimaTorzok